всем привет мои друзья всем здравствуйте так выскочил уже с утреца на заявочке сегодня с утреца так что хотел сказать сейчас подъезжаю короче в мобильный офис энергии ну и не посмотрел на не смотрю на время смотрю стоят думают надо сразу коробочку им отгрузить по пути подхожу беру коробку выходит водитель откроем водитель приемщики или как его назвать правильно и мне говорит такой имейте ввиду мы работаем с 10 но я коробку поставил он открыл свой mercedes начал в нем что-то ковыряться то выставил это выставил я думаю надо посмотреть на времени во сколько я приехал поздно или нет смотрю на часы время пятьдесят семь минут 9 57 ну вот вот как вот вот как вы думаете друзья вот ему стоило мне это говорить что мы работаем здесь и так время уже было без пяти я подошел я не в этого этого не понимаю как будто я приехал половину десятого или 20 минут десятого не знаю без двадцати что за люди мать вот видно он очень любит свою работу но очень любит что для него пять минут это просто катастрофически просто большое время я вот иногда поражаюсь а ты уже в 10 должен принимать ты также должен был без пяти выйти все собрать и принимать а не говорить мне вы знаете имейте ввиду мы работаем с десяти это просто не знаю даже как прокомментировать но прокомментировал друзья так сейчас сейчас едем в офис забираем документы и полетели ребят волосики назад бам-бам-бам все сделаем так отгрузочку сделали одну еще нормалек так едем мы по народному проспекту на третью рабочую а там на лодыгина нам нас ездить так друзья час вчера почитал ваши комментарии друзья просто от души от души просто всем самое главное здоровья спасибо за хорошие комментарии очень вам от души благодарен приятно приятно читать конечно что все нормально мы едем с тобой смотрим все окей спасибо друзья спасибо а насчет того что длительность видео ну как получается так получается не всегда возможно его там скорректировать там 20 минут 15 минут это уже будем смотреть когда будет у нас скажем там gopro политгараж горит я горит себе поставил gopro на этот на машину посмотрю бро будет время обязательно посмотрю обязательно я бы телевизор то ребят никогда посмотреть грубо говоря даже не знаю что в стране творится так мельком с утра там взглянешь там коронавирус 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 все одно и то же же голова от него кипит сколько можно сидите дома и все про машинки про машинки всегда интересная тема я с вами согласен машина и не всегда скажем так в тренде потому что без железного коня ну никак в этой жизни ну никак а это понятно все я понимаю прекрасно что мы как говорится работяги всегда покупаем машину какую бы не купили покупаем ее на последние деньги я с вами согласен но надо все равно какую-то иметь ответственность и то что ты купил машину не ставить ее попало это ясно это я вот с этим конечно спорный конечно вопрос но главное чтобы никто не пострадал так конечно и мы все нарушаем потому что у нас такая страна машину негде поставить припарковать 5 10 друзья это 10 так подписчик мне там написал и говорит покажи там по поводу автомобилей на автовокзале разводчиков сегодня как раз должен я поехать на магнитогорск если что покажу я думаю сейчас у них наоборот прибавилось участников прибавилось перевозок потому что кто-то мне это же из подписчиков скинул информацию да и где-то я уже в инстаграме или где там прочитал не помню где что у нас да очень много рейсов закрыли и в хабаровске в артём и в дальней речи в лучегорске т.д. и т.п. автобусные рейсы так что а люди людям да все равно передвигаться надо так что участников прибавится работаю думаю будут они работать найдут они способ какой-нибудь все равно они там сеть и п.ч.п. как честно не называется справки себе сделают что нужно ездить нужно работать так что я думаю что с этим проблем не будет ну посмотрим посмотрим таксистов ну таксистов как было вроде вот видите проехал нормально есть за что суетятся все равно у нас я говорю город у нас на 90 процентов открытый все банки работают все торговые центры работают так немножко где-то что-то частники там не знаю там а так все и милиция работает и паспортные столы всякие работают все 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 работают так немножко ограничено только через госуслуги все можно сделать но все равно это удобно где-то записаться на прием где-то что-то а так работают поехали брат поехали 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 сегодня погода так немножечко нас на налаживается то было вообще друзья то град то дождь то дождь то град сейчас вроде такая плюсовая 5 градусов наверное где-то но все равно мне вчера написали в новосибирске там по 30 градусов вот сибирь дает никогда бы не подумал я в сибири жил в кемерово на ну не в самом кемера под кемерово были ну там всегда холодно всегда было холодно сейчас ее по красоте апрель месяц 30 градусов жары куда дубай отдыхает это просто жесть вообще охренеть охренеть погода еще вчера мне там подписчик звонил разговаривали что по поводу цены 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 подросли надо будет как-нибудь как-нибудь зайти в магазин будут денег да посмотреть друзья что у нас творится в магазинах с ценниками один подписчик говорит что сделали соцподдержку на продукты питания какие-то какие-то скидки на 30 процентные но я так он так написал это самое необходимое наверное там может к нибудь не знаю молоко там еще что-нибудь с этого рода а человек вот говорит что у них подорожало на процентов 10 20 все но нужно предполагать что у нас опять что-то там творится сегодня в новостях слушал с нефтяными какими-то опять индексами что-то где-то как-то что-то это было только в девяносто восьмом году просто у нас какая-то задница нас уже предупреждают все ребята денег правительства не будет это меньше 42 долларов за баррель это короче уже мы 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 живем в минус если выше 42 то это в плюсе но если будет вообще 8 долларов за баррель это вообще просто жесть ребят у нас отберут все деньги которых у нас нету это просто будет труба труба да жмут нас опять экономически так же как в 90-е жали жали да и развалили советский союз сейчас тоже жмут 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 и все а я опять мы там что-то опять произойдет опять какой-то коллапс ой-ой-ой-ой блин да что ты будешь делать никакой жизни хороший как нам еще сегодня надо будет найти 6 ездить центр друзья в центр центр прокатимся так что так мы отгрузили луговую бам и все сейчас едем на игершель друзья решил проехать по центру так будет удобней так будет быстрее что я тут еще вспомнил у нас представляете друзья я тоже был в магазинах имеется ввиду стройматериалах был был вен лапе был заходил сигареты покупал везде лежат и продаются маски и даже в киоске в роспечати даже там продают маски а в аптеке нету вот парадокс какой я просто удивленно в аптеке до сих пор висит объявление связи с ажиотажем на спрос масок их у нас нету ну и епарасоты ну вот как так то везде есть у них нету в общем я покупал одну масочку друзья вен лапе я покупал до 30 рублей стоит время в магазине мне супруга сказала заходила за хлебом там лежит 20 в упаковке 20 штук масок по 570 рублей стоит ну где-то в пределах там 20 28 рублей 50 копеек стоит маска 1 как-то так друзья как-то так строительном мы заходили супругой стоит 40 рублей да но может сейчас и снизили не знаю но мы заходили когда на выходных было 40 рублей от первоначальной вроде они продавались по 5 рублей но не столь важно ладно пусть они там продавались по 5 рублей так получилось у нас как всегда так получилось если на что-то идет спрос цена сразу возрастает но почему их нету в аптеке вот это конечно просто какое-то безумие значит наш как говорится министр здравоохранения что-то что-то делает не так что-то делать не так ну это мои такие предположения может быть где-то что-то они идут но их перепродают 8 какие-то спекулянты этим занимаются болен просто парадокс бывает такое что у нас тут центре но тоже машин видите сколько друзья просто достаточно достаточно а вспомнил еще мне выписали а лада 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 4 на 4 чего относится они бывают попадаются мне попадаются но это чисто просто российский автопром вот вот российский автомобиль вот у него нету скажем так мужского и женского пола это просто она это просто она были не в тот ряд стал ребят болен тут же поворачивают на даль завод про который мы разговаривали вроде говорят он работает работает это хорошо сейчас перестроить вырулили так что 4 на 4 лада друзья это бесполое существо ну видите я вот так иногда смотрю какие-то обзоры про наши автомобили там про ладу про весту там еще там про калину конечно ругать можно потому что ну они по современности наш цирк по по технологиям и по всем да скажем так по всем технологиям мы конечно отстаем там просто мама не горю и это уже было тысячу лет сказано без меня что мы отстали на 20 лет это вопросов нет но тоже с другой стороны выбора нету на чем еще передвигаться не каждый тоже может купить себе японский автопром или немецкий автопром и там шведский швейцарский не знаю там чешский польский но не все же могут не у всех есть деньги еще что друзья я только вчера узнал посмотрел кое-какой видосик оказывается если кто не знал но я тоже не знал что есть уже появился вид быстрее птиц семнадцатого года до семнадцатого года гибридный вот так друзья так что девочки сейчас будут ездить тоже на гибридах опять девочки ну ассоциируются у меня так да вид с гибридный ну не сказали что-то то же самое то же самое что aqua 11 только дизайн немного другой но дизайн такой симпатичный конечно симпатичный на набережной никого друзья смотрите пустые аллеи да потому что там наверное проверяют документы справки и т.д. и т.п. никто там не гуляет а там наверное там же в основном пищевые скажем так рестораны всякие кафушки они наверное все прикрыты и так нечего там делать ничего да и погода еще такая а по поводу поездок что сейчас отменили ну видите стало мало пассажиров тоже с одной стороны гнать куда-то автобус лучегор сюда или не за дальний горстом еще куда там бы ну нет пассажиров какой смысл держать там 5 автобусов сократили да там люди кто-то потерял работу это конечно были ну это жопа это прям просто тут нет слов конечно нет слов это печально просто печально здесь частный гершель дик друзья приехал но и гершель короче никого нету одни виковский вот нам 20 лет колобас приехал колобасик выгружается я повезло 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 это хорошо это радует так ребят я уже короче на второй речке бам 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 быстрее 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 все сделать так не подписчик один писал год игор но покажи автовокзал покажи там как там эти работают таксисты и водители туды вот как раз сейчас на магнитогорскую друзья решил короче сразу проехать через автовокзал как удобнее и быстрее и как раз покажу что у нас там с частниками они вроде все частники там я как-то ездил в том году или поза том году не помню мне нужно было в уссурийск я тоже подошел там они стоят уссурийск уссурийск я подошел сколько будет стоить он не горит столько-то он садись в автобусе в автобус сел у нас набрал там человек там 12 что ли все мы поехали и дешево и сердито как говорится да вообще по идее удобно конечно ничего не скажешь автобус заполнил там 12 человек 10 15 ну кого сколько мест и все и нормально я посмотрим друзья ну все вот подъезжаем вот наш автовокзал друзья пустоват конечно пустоват никого почти нету пять человек шесть какие ямы ну вот такси стоят вот автобус с левой стороны до маловато маловато вот они стоят ребята там созывает вот они автобусе ки заполняют их поехали вот они стоят ребята ну да работа то вроде есть но он их сколько стоит пока наполнится это автобус на ведь и как с перевозками с этим коронавирусом так ничего не сделаешь народу ездить мало ребят народ и ездит мало вот таксистов тоже стоит как всегда вон видите проверяют их документики проверяют и чё так резко выскакиваешь пацанила я аж испугался таксистов много стоит ну есть такое есть такого вот смотрите сколько автобусов стоит просто стоят так что не все как говорится безоблачно с перевозками значит перебои и очень даже серьезные почему рейсы отменяют так что у нас да мне надо вот сюда ребята вот сюда вот сюда мне надо батя ну ты куда вот выехал вот навстречку выехал батя ну ты даешь батя так здесь тоже отгрузились друзья так нормалек сейчас надо загрузиться еще там заявочки сделать всего быстренько сделать в городе я так выразился что работают почти 100 все но на дорогах на дорогах так ребят все равно не как в обыденные дни раньше было выживи знаете видите все раньше конечно было гораздо больше машин может приезжих стало меньше может с этим связано но немного конечно папа полегче 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 даже куда-то где-то подъехать где-то проехать вот смотрите где-то быстренько за пару часов везде ребят даже центр съездил на эгершельт его им данный гешель съездил на луговой был на зеленом на зеленый угол съездил туда обратно приехал все сделал как бы до машин поменьше да сейчас загрузимся там что все быстренько летят мне тоже надо ускориться немного немножко что я вам говорил по дороге у нас делают вот сейчас будем мостик проезжать вот это вторая речка немного подлатали я даже удивился блин там такие ямы были но хоть догадались догадались немного немного тебя посмотрим вот заехали видите немного залатали правую сторону а то было вообще просто тут как скоро вы ездили не знаю по одной полосе только чуть-чуть закатали и там вот мы проезжали сами я ребят забыл сказать там снимают асфальт тоже у нас на второй речке здесь большую сделали ладку ну хоть что-то хоть что-то ладно бог с ним а то почти невозможно было ездить так но пока на склад едем друзья вот и дорогу-то на друзья делать в том году и не доделали и до сих пор все едут по встречке там мы проехали очень большие ямы хуже чем даже здесь и вот так вот мы ездим здесь по камской и парасаты а тут бы надо начинать уже что-то делать иначе что у нас погода портится друзья мы дело к дождю короче надо быстренько выгрузится все сделать осталось у меня еще две заявочки сейчас бам-бам и все сделаем сейчас на деревенской потом на бородинской и все будет нормально сейчас опять слушаю радио объясняют про коронавирус где его опять обнаружили тому подобным санкт-петербурге что там в учебных заведениях очень сложная ситуация тоже много что по закрывали так я деревенскую отгрузил едем на бородинскую друзья если там все нормально все окей то может быть пробежимся посмотрим подорожали продукты питания хотя я так знаете если они там подорожали на каких-то там 10 процентов я даже не запоминаю и не скажу вам насколько они подорожали главное душик узнать не подорожал ли главное душик душик надо узнать дорогой он или нет а так если что сейчас посмотрю зашел я ребят на бородинскую лапша 37 85 лапша доширак 90 грамм вообще нормально цена нормальная не знаю что тут тебя посмотрим кофе 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 жакей арабика крема было 218 стало 139 вот видите эти желтые ценники это походу ну и немного снизили цену наверно 3 тоже написано чего нас от жаргин до был 297 стал 218 до согласен ребят на что-то на что-то цен цену видите снизили купак гречневая экстра макфа было 52 89 стала 39 90 ребят надо это просто прекрасно это просто даже радует полукрепчатый кмр 32 99 морковка мытая 59 99 о есть даже помидорчики на что-то дорогие помидорчики дорогие красные совхоз что там категория совхоз тепличный сахалин 289 99 290 рублей там огурцы тепличные приморские 189 99 грамм что у нас еще тут лук репчатый 79 99 и капуста белокочанная кнр 49 99 до капуста нормально с капустой все нормально сейчас мы посмотрим этот как он называется альбе лимоны лимона лимона лимоны я не вижу лимоны ажиотаж с лимонами этот самый как он имбирь 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 нет здесь стоял имбирь и вот что я не вернули имбиря не вижу не вижу не вижу не вижу головок вот лук а имбиря нету ну кому вы здесь можете произвести обработку рук антицептиком ребят час антицептиком проведу молодцы конечно дезинфекция раз и все руки себе нету не вижу я имбиря ребят и знаете что не вижу еще лимона не уж то его разобрали но не может быть не может быть тире чехела тире чехела нету 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 я его не вижу но лимону это тоже не должны пропасть на ладно там что то что то мандарины есть а кто-то спасал мандарину мандарины я посмотрим мандарины это грейпфрут 40 144 99 это у нас апельсин что ли до апельсин египет 89 99 а вот мандарин египет 119 99 ну лимонов я не вижу или груши есть по 159 а лимонные есть подскажи пожалуйста где-то там говорить лимон есть как это у нас это у нас это у нас перчик 219 199 желтый почему-то дорогой не знаю где мне показал а вот они лимоны ребят лимон таиланд 369 99 да не охренели с такими лимонами пусть они эти лимоны сами едят лимон или как 369 охренеть вот же мы ходили не так давно те у нас с рыбкой ну с рыбкой как всегда все в порядке она просто дорогая до нерка холодного копчения 1331 кижущ подвяленный кусочки 1462 рубля это кита боковик холодного копчения 806 32 ребят я маску надел на всякий случай вдруг если что плохо будет слышно кита балык холодного копчения 799 95 балычок да и кита тиша холодного копчения 589 это у нас горбуши без головы холодного копчения 464 рубля без головы кита балык холодного копчения 665 рублей но как-то так и да такой вкуснятина тост толстолоб холодного копчения 592 рубля твой сазан 482 рубля сазан это что-то не вижу ребят не вижу не вижу что это такое не вижу очки очки очков метал камбалежка вот 621 рубль 712 рублей ну как то так и как всегда корешка 1372 рубля ребят ну вот как-то так но с лимона меня конечно удивлена имбирь я так и не нашел стоял целый целый палец здесь прямо имбирь нету ребят нету и людей между 8 очень много друзья много по сравнению что было раньше много-много картофан он есть приморский 31 99 масло есть вы видите цена акция 109 95 стал 78 90 но это радует что хоть на что-то на масло там на масло на чаи там и т.д. и т.п. да это конечно на крупы на какие-то это это радует это радует на вот еще на 100 вода минеральная тоже было 45 стала 32 рубля ну молодцы молодцы вот он еще дождь весь вот он стоит красавчик ладно идем ребят дальше едем смотрим ну вот ребят этот риме на бородинской да много здесь людей приезжает видите еще тем более скидки сделали может сарафанное радио работает быстро раз сказали что тут можно масло крупы купить по цене подешевле так что люди то принципе у кого деньги есть правильно делают ну на всю на как говорится на всю жизнь то не на запасешься но все-таки можно видите взрослые люди затариваются я бы тоже принципе были в деньги лишние бы тоже там этой крупы и макарон там каких-то я бы блин набрал бы тоже без проблем и конфитосов колобасу ребят набрал бы а чего морозилку положил и все опа и пошел дождик друзья пошел дождик немножко закапало да у нас целый день что-то крутит крутит эти друзья приехал на базу у нас смотрите опять снежок пошел снежок пошел то ли град то ли снег непонятно короче я говорю туча какая-то кружила кружила и все-таки до нас дошла так что зима нас не хочет отпускать ну а когда отпустит у нас будет жарище дубай будет отдыхать